Как правило, в глухозимии клев рыбы становится менее активным, и чтобы его как-то спровоцировать, рыбакам приходится как-то модернизировать свои снасти. Ну и, конечно же, самый распространенный способ это сделать, дополнительно на основную леску одевать крючок-обманку. На таких снастях в качестве основной мормышки подходят практически все, как чертики, козы, так и любые другие. Для обманки используется, как правило, такой вот мелкий крючок-заглотыш. В моем случае это будет что-то наподобие имитации мотуля. Для этого при помощи зажигалочки сперва нагреваем крючок около ушка немного, и после этого загибаем от жала крючка в противоположную сторону, отступив примерно миллиметр. Загиб делаем небольшим, примерно градусов 30. Вот что должно получиться. Далее из него нужно сделать что-то наподобие имитации мотуля. Для этого потребуется кусочек медной проволоки тоненькой и шерстяная нитка. Из нитки сделал вот такой вот пучок, просто согнул его несколько раз. Теперь эту опушечку можно привязать непосредственно к самому крючку. Ну, чтобы сильно не заморачиваться, я буду использовать обычную проволоку медную. Приматывать буду чуть ниже вот этого изгиба. Краешек закрепил и дальше по спиральке иду к жалу крючка. Ну и вот что-то вот такое должно получиться. Уколо жала также проволоку надо немного зафиксировать, чтобы она в дальнейшем не расплеталась. Делаем узелок, лишнее откусываем. Хвостик тоже откусываем, оставляя длину чуть меньше длины цевья крючка. Для большей надежности можно капнуть небольшую капельку прозрачного лака. Тем самым мы закрепим нашу проволоку, чтобы она нигде не соскакивала. И сделаем, так скажем, тельце мотуля. Лак подсох, осталось дособирать нашу снасть. Теперь берем нашу удочку, в моем случае это обычная баловайка, и одеваем этот крючок на основную леску, бородкой кверху. Далее одеваем бусинку. Я буду использовать вот такую вот красную. Ну и затем привязываем нужную нам мормышку. Я, допустим, применю чертика. Не знаю почему, но чертик это, по-моему, самая эффективная мормышечка для глухозимья. Привязываю обычной восьмеркой. Ну вот и все, друзья. Осталось откусить лишний хвостик и снасть готова. Такая простая доработка подходит для ловли практически любой рыбы, как мирной, так и хищников. С ней клев увеличивается в разы. Ну и немного теста в аквариуме. То есть при мелкой игре это выглядит вот так. Если резко опускается, то получается сам чертик тонет немного быстрее. Ну а вот этот верхний крючок-обманочка привлекает рыбу, и зачастую поклевки идут именно на него. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось ставьте лайки, кому не понравилось ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.